Ребят, смотрите, в истинном понятии, вот только что показывал Википедию и вот эти ошибки, теперь более подробно. Инкапсуляция в истинном понятии, первоначальном, которое было описано первым создателем объектно-ориентированного программирования, он написал. Означает, что группа связанных полей и методов рассматривается как объект. Ребят, вот это проливает нам свет. То есть, по сути дела, и я вам зачитал, здесь есть эти предупреждения. Просто зачастую многие языки перевернули и увели от истинного понимания и запутали, что человек читает одно, потом второе. Так вот, помните, мы с вами рассматривали и рисовали линии, то есть создавали абстрактно прямоугольник, треугольник. Потом собрали с прямоугольника, треугольника две абстракции, собрали дом. Но, ведь дом, вот смотрите, вот он теперь дом, да, вот это мы пока разберем. Но, давайте посмотрим. Это группа методов. То есть, по сути дела, в программном коде... Сейчас, секунду. В программном коде... Мы писали класс с вами, да? Конечно же, вы выполняли домашнее задание, я надеюсь. И описывали. И описывали все вещи. То есть, группа методов. То есть, мы описывали сначала метод, допустим, считайте, что у нас нет примитива, как нарисовать прямоугольник. То есть, функция, да? Рисование. Дальше. Написали вторую функцию. Функция это действие. Функция это действие. Это маленькая программа, которая закончена. Далее. Рисование. Прямоугольника. Вы это уже проделали. Второе. Рисование. Треугольника. Третья. Функция. Размещение треугольника. Угольника над прямоугольником. Ну, ведь это вот мы и думаем, да? Логично. Над треугольником. Прямоугольником. То есть, вот так у нас, для нас понятный, получился дом. Дальше. Класс, как раз таки, мы и назвали дом. Вложили в него свойства. Цвет. Материал. Ну, здесь все проще. Материал. И все это надо расписать. Но в чем вопрос? Так вот, подумайте. То есть, инкапсуляция это все описание дома. Да, это первичная группа связанных полей и методов. Вот это наши поля, вот уже относящиеся, цвет уже у нас не относится к прямоугольнику, а относится к дому, что дом у нас синий, крыша зеленая. То есть, цвет дома, поля, материал и так далее. А методы, то есть, функция в классах меняет просто название. Функцию в классе называют метод. Метод это действие. Действие. Рисовали прямоугольник, рисовали это, третье, разместили прямоугольник над треугольником, прямоугольником. Все это мы назвали дом, но похож на дом. Вот это и есть инкапсуляция. Что происходить начало со временем в других языках? Слово инкапсуляция начали менять смысл и делать его уже. Ну, например, моя первая ошибка поначалу в Python было понимание инкапсуляции как сокрытие. Что это значит? Это значит, что например, если бы я писал два класса отдельно класс крыша и класс сам дом. Ну, по этому принципу. То, по сути дела, допустим, методы, которыми описана крыша, не были бы доступны из методов, которые доступны при построении дома. То есть, они все были бы друг от друга сокрыты. И это применяется на самом деле. То есть, если мы пишем, например, устройство банкомата, то, конечно же, там применяются действительно эти скрытые методы, когда только к данной карточке может быть показан дальний баланс. извне это нельзя получить. Но мы сейчас говорим не о инкапсуляции, как интерпретированной в разных языках, а говорим о инкапсуляции, как о начальном, первичном понимании в языках вообще в объектно-ориентированном программировании. То есть, то, что мы описываем совместно, и когда класс в себе начинает объединять все, что мы туда вписали, это и есть настоящая истинная инкапсуляция. И для первичного понимания вот это надо понимать. Я надеюсь, вы меня, друзья, услышали. Означает, что группа связанных полей и методов рассматривается как объект. Теперь дом это и есть объект, которому присущи цвет, материал, все вот эти методы, которые, я уже говорю правильно, методы, хоть здесь написано функция, на самом деле это будет метод. Поняли? Просто зачастую, еще раз повторяю, читая Луц, вы будете читать, вот сокрыли, это называется инкапсуляция. Это интерпретация Луца к данному фрагменту кода. Но не имеющая отношения к истинному понятию инкапсуляция. А когда вы понимаете, что инкапсуляция это просто мы собрали все, что описали о доме, то теперь, когда вы будете изучать какой-то язык Python или Kotlin вместе, то у вас просто будут относительно вот этого понятия легко восприниматься, а что там под инкапсуляцией они воспринимают, потому что в Kotlin инкапсуляция практически реализована как вот основы есть. В Python немножко со своим принципом, но моя задача была вам рассказать, что такое истинная инкапсуляция. Дальше в коде разберемся. Надеюсь, вы меня услышали. Все ссылки, как я говорил, в описании видео. Идем в школу учимся.